всем привет сегодня с 28 августа тема ответы на вопросы леонид как продажи в августе конкретно меня но у меня специфически так как я долго сидел без своих товаров в июне начали мы запускается 5 товаров у нас по моему 5 1 мы запустили за месяц out of stock следующий товар я запустил несчастные очки тоже в принципе хорошей продажи но не успел это продать мне забанили я их утилизировал потом три товара пошло один пошел замечательно и на последних двух я чет расслабился вот который пошел замечательно к сожалению его тоже убили в авто не в автосток а в этот взрослые товары мы уже один раз сломали осин его перенесли опять были отличные продажи но всего радовались на два с половиной дня опять нас перенесли вот мы сейчас планирую его снова перенести по осину посмотрим как получится не знаю но я хочу распродать или или попытаться зацепиться в нормальных товарах но цензуру там наклеить или еще чего-нибудь то есть попытаться там остаться не знаю что получится там мы лисинги переделали то есть два три дня и нас выкидывает два три дня выкидывает продажи нормальный там до 50 продаж день то есть все хорошо но во взрослых товарах не правда хотя у меня есть знакомые которые также мучились их переводили они там долго не продавались но постепенно вот час 30-40 продаж день имеет но я не знаю может быть я спешу но так как товар не глобально не полезно ничего такого такой смысловой нагрузки не несет и меня принципе никак не напрягает мне наверное проще его распродать или попытаться остаться вот в нормальной нише то есть всеми ловками какие только можно будем пробовать два товара вот действительно не очень хорошо то есть вот единственное наверное спасение так которые запускали именно с неудачно идут то есть болтаются они от пяти до двадцати продаж даже 20 по мне был там 16 17 вот так ну вот причем последние три дня вот там шесть там продаж что совсем совсем хило вот но увидим вот этот эксперимент который у меня был с тремя этими товарами праздничными как был эксперимент так наверное останется но постепенно его похерим но дал свой опыт я честно могу не понимаю с чем связано то есть пока разбираюсь очень много у нас первых позиций то есть смысл моей работы один это оптимизация и сначала получить трафик то есть работаю сетяром так скажем то есть в единице пытаясь его довести чтобы у нас там все было хорошо и на нас хорошо клацали а потом заниматься так скажем окос что был максимально но здесь вроде и клацают вроде и заходят но что-то как-то очень много ключей на первых страницах и в странах то есть не можем найти ключи вот апписи не очень активно работает из-за этого статистику я не знаю сколько я буду набирать вот сейчас у нас как вот мой проект мы говорили пошли файл проект по внешнему трафику мы как раз из поэкспериментируем с этими товарами не очень хорошо продаваемыми и как раз будет я думаю то есть товарных остаток там где-то по 300 штук то есть 500 мы почти всех по 200 продали вот у нас осталось по 300 штук наверное более менее то есть продаж в принципе идут вял текущий то есть и доход есть но это не не те деньги не тот оборот товар недорогой не интересно этим заниматься пока будем на нем экспериментировать то есть слава богу есть такая возможность сейчас мы запускаем еще несколько товаров ну как бы здесь свои нюансы постоянно какие-то с теми с кем работаю но везде по-разному кого-то очень хорошо у кого-то спад идет кого-то сезонный спад не забывайте во первых август это и это школа готовится школе по всему миру и сезонный переход то есть от лета к осени то есть уже летний товар не покупают много-много всякий момент максимально подробно как смог рассказал тот товар который нас в аутусток но почти два месяца молотов стоки сейчас на границе у нас стоит тысяча тысячи от китая 500 еще отправляя то есть у нас там сейчас получается без памяти в процессе сейчас 2000 еще товары заказали и очень мощный у нас проект посмотрим пока еще деньги не заплатил то есть надеюсь к новому году там ну хотя бы искаю 10 но просто на самом деле один успешный товар может закрыть питок а то и десяток неудачных товаров если действительно серьезный товар а если два три то вообще вопросами за это мы вот идем реально конвейер 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 и я все-таки стремлюсь товаром чтобы хотя бы оборотом в районе полтинника бы то есть меньше на не очень интересно или группа товара должно быть у одного пастучка чтобы не тратить просто время так какой товар у меня товарища еще в те времена год назад к вам про лень запускались там по-моему 800 долларов начинал но там ситуация такая что он не когда я пошел как нам говорили не в конкурентную нишу потому что мы туда-сюда не умеем ничего ничего не знаем он пошел супер конкурентный супер-супер конкурентную нишу и его товар очень получил хороший отклик от PPC и он там находясь даже на седьмых страниц продажи но это то же самое с чехлами айфона у некоторых такая ситуация но это как лотерей ну вот он в принципе я давно с ним правда не общался но не жаловался никогда то есть были много проблем различного рода но вот до 1000 долларов я мне кажется это как любой бизнес конкуренция растет по крайней в русскоязычном точно и пространстве и получается что ценник входа увеличивается думаю это искусственное увеличение мы с 2000 начинал я первый свой товар ничего там страшного нет просто мы хотим я хочу по крайней мере пытаться влиять на ситуацию и из-за этого стараюсь закладывать серьезные деньги на продвижение раньше я это не закладывал просто я вкладывал в товар и и минимальные там затраты на продвижение то есть из-за этого все по разному может быть кто-то замечательный товар найдет всем я мне кажется 5000 долларов вполне достаточно чтобы почувствовать могу не более того чтобы просто понять при условии что рискуешь конкретно тремя тысячами а 2000 это на продвижение этого товара на первую очередь вторую партию когда вот что то что меня вот такой опыт на данный момент за последние там три месяца четыре наверно с мая месяца раньше я считал всегда успешный запуск это 10 товаров это уже хорошо день продаж 20 товар это отличный старт на самом на данный момент я считаю 30 это нормально 50 это хорошо то есть но реально это так вот если правильно делать хорошо вкладывать точно правильно вкладывать инвестиции не в песок когда спрашивает а я сейчас вот вы листинг напишите и что он даст он ничего не даст он вам не испортит ничего он даст фундамент от которого будете отталкиваться амазон будет понимать что у вас за талант и двигать вас именно поэтому из-за этого я не хочу раздувать большое количество ключей хочу чтобы он сконцентрировался хотя бы 30 там 40 запросах отдельных там включат не более того вот и когда мы все это делаем запускаем принципе ну мне такого вот или бан какой-нибудь от конкурентов что-то мы неправильно сделали какие-то сертификаты не учли патент или еще что-то хоть и проверяешь не проверяешь страна сложно вот или автостоп вот так вот работаем на данный момент потому что ну активно агрессивно все это заходит в принципе неплохо сейчас в последнее время несколько товаров столкнулись с большими проблемами те которые типа реанимация причем все сделали все что можно было но реально не продается может быть не сезон живем попозже может сезон но реальные сложности вот то есть прям тяжело не понимаю без мол или власть макс поясните пожалуйста от чего зависит уровень опоз но в любом случае как я понимаю зависит он от количества сессий количество продаж на если сетяр это клики нас показали на амазоне или неважно яндексе или в гугле на нас не кликнули на нас кликнул вот мы процент считаем чем больше сетяр тем дешевле наша реклама в конечном итоге в принципе на амазоне все то же самое плюс здесь еще вопрос который именно фиксирует фактически полезные действия то есть если вы будете гнать и люди будут приходить на ваш листинг и не будут покупать у вас будет падать окос ну точнее конверсия с окосом там что-то я уже может быть путы ну математику надо просто посмотреть на смысл один и тот же не нос пеписи в любом случае есть люди леонид которые пеписи специализируются это беру денежку обучают ну вот там группы огромные по этому пеписи я не специалист по пеписи ну вот то есть не могу сказать точно я ее использую очень очень точечно то есть у меня есть своя стратегия продвижения вот может быть я еще не дорос до того уровня когда мне понадобится пеписи то есть я его использую пеписи в своем своей стратегии он не является основным вообще просто как дополнительный хороший сильный инструмент не более того продажи бьюти конечно есть но я в бьюти не продаю вот конечно есть всегда были и будут бьюти ниша достаточно часто бывает ну очень высоко оборотистая есть не очень высокой маржой так что там есть своя специфика бьюти но естественно справиться на документах там еще вагон ну я не знаю по атмосфере у меня некоторые торгуют бьюти все хорошо как везде просто в любом случае какие-то грабли наступят везде какие-то будут проблемы будем с ними решать с доставкой с хранением там сертификации все остальное то есть это обычная работа вот сейчас я два товара с утра не могу сделать конечно в итоге заявку подал что у меня там хазмат вообще непонятно какой товар я бы отношение к этому не имеющий есть ли у вас батарейки какие батарейки еще нельзя вот и я что-то тупанул и там заявку анкету подали а мне сейчас товарищ говорит да я опять сразу на наш товар же старый делал лисинг там или три раза и все прошло так что я сейчас вот лайф пройдет свои дела сделаю и сяду и опять буду долбить этот лисинг там просто много раз потому что амазон вот так работает так разъясни плиз по вчерашней теме в skype чате где шла речь о блокировке шипментов в ноябре прошлого года для новых продавцов но с того года ничего не с того амазон закрыл поставку для новичков тех которых вообще не было товаров на амазоне вот и все по моим с 15 октября когда предупредили уже не помню то есть те люди которые хотят в этом году до нового года запуститься я уже много раз говорю желательно все это сделать в сентябре привести на товар на амазон в сентябре или хотя бы создать шипмент то есть у кого не было шипмента до определенного срока ну реально не помню уже вот амазон запрещал поставки многие например товар произвели шипмент не сделали и он у них там до не помню какого числа там до конца декабря лежал на складе так что по-хорошему по-хорошему все дела надо сделать в сентябре то есть ну по крайней мере минимум это сделать шипмент создать так значит следующее а что является основным инструментом продвижения вашего товара я могу сказать вот все наверное я сто раз это повторял могу еще раз повторить схема моего запуска первое это естественно подготовить товар вы должны понимать что где вы будете чтобы у вас была ситуация связана с тем ну что вы адекватны насколько ваш адекватен товар насколько он реально конкурентен я очень часто встречаю неадекватные заходы людей с плохими фотками все меньше и меньше их но они есть все равно ну вот с неправильной ценой входа то есть есть три кита основных то есть это нормальный лисинг у всех свое представление мы делаем свой лисинг то есть тот который для меня работает по моей схеме работает по чужой схеме мы его шлепаем всем подряд он просто нормальный рабочий лисинг мы делаем и серш-теор мы делаем таблицы откуда это все берется эти все ключи потому что вся основная работа 70% это серш-теор это как минимум там я не знаю для профессионала часов пять надо работать минимум а написание текста ну дал серш-теор там человек там я не знаю достаточно быстро все это напишет если у него есть навык то есть у нас его проверяет не носитель языка его проверяет студент который учится в Америке русскоговорящий ну точнее это студент который наш так скажем из Белоруссии он там просто учится ну вот мы выбрали такой формат у нас есть люди которые очень высоко образованные могут делать эти лисинги потому что тоже образование разное у всех да но мы как бы этим не пользуемся потому что это стоит дорого вот и опять одно дело понакатный человек уже наловчился все это делает четкое и быстрое понимание если другой человек вот так вот вот то есть это первый кит это лисинг однозначно то есть текст амазон инструмент нас воспринимает исключительно как как этот ну текстовом виде второе это нормальные фото опять же по возможности мои любимые фото я вот сегодня только с человеком разговаривал если кому интересно то есть вот когда мы там новых фотографов ищем там я могу вот в чат выкинуть просто образец моих любимых вот качество ну если кому то конечно это интересно сейчас секундочку ну вот для меня вот это эталон я в принципе поэтому эталон и ориентируюсь ну вот из-за этого мне там когда люди показывают какие-то фотографии и так далее у меня в принципе есть свой эталон я говорю мне надо вот такое качество здесь в узкой сайт ну у них есть и тот же самый лисинг на амазоне можете посмотреть вот кому интересно опять же естественно есть вкусовщина кому что нравится мне там нравится свое вот так скажем эталонные фотографии это вот на вот они вот значит фотографии и третий момент анализ рынка то есть надо понять какой цене входить это очень важно если мы входим по цене неадекватной ну я реально встречал своих знакомых как минимум троих или четверых которые торговали дороже чем бесселя потому что у них есть подарки подарок подразумевает что мы будем давать такую же цену как все остальные он бесплатен а когда подарок дороже получается это уже не подарок вот после того как мы это сделали то есть у нас есть уже все есть продукт я закладываю бюджет 10 процентов не верифай в первой партии 10 процентов верифай ну если пятьсот пятьдесят пятьдесят если тысяча сто сто то есть мы меньше не берем в принципе я смысла это не вижу если две тысячи три тысячи там уже смотрим конечно ну то есть вот пятьдесят тире стоят такой достаточно хороший бюджет это не значит что мы его сразу дали бабки и нам там люди строчь нет совершенно мы этот бюджет который я планирую гипотетически потратить в конечном итоге вот то есть я сразу когда мы товар оприходовали когда у меня все есть я заливаю не верифай отзывы где-то за день за два когда начинает продаваться ну то есть до того как я верифай запускаю не верифай соответственно пошел так как сейчас эффективно каждый день по десять штук идет эффект хорошего буста не более того у кого-то очень хороший буст происходит у кого-то средний буст в любом случае этот буст плюс буст амазона потому что новый товар достаточно все легко продается ну как двигается вот плюс буст не верифая в первый же день когда я имею возможность я запускаю верифая по одной штуке где по низкочастотному жирному низкочастотному ключу опять же отталкиваюсь от моего листинга у меня там все четко заточено падает почему я так делаю потому что у нас товар никто не видит в начальном этапе а есть у нас понятие конверсия конверсия дает тоже хороший буст а нас никто не видит заходит человек купил одну штуку что сто к пятидесяти что один к двум это все равно пятьдесят процентов соответственно идет конверсия поднимает еще дополнительный буст я жду когда этот низкочастотник поднимается в топ-16 я его меняю ну и так далее у меня все это идет потом естественно у меня все все в стерму забит ван за ван когда у меня пробивается высок частотник или жирный средний частотник какой который мне интересен я заливаю туда волну волну из-за опять же выкупов после этого после волны я делаю анализ своего листинга проверяю индексацию с первых дней я не проверяю индексацию потому что листинг сырол и очень часто некоторые слова проваливаются некоторые слова наоборот индексироваться начинают вот после волны это где-то как правило 10-й, 8-й, 12-й день мы делаем проверку индексацию как я сделаю я запускаю сразу автомат автомат запускаем у меня все пошла статистика у меня стоит там минимальный бит практически все я сижу и смотрю анализирую как стратегия такая то есть куда мой товар пошел низкочастотники у меня продолжают выкупаться ну я смотрю что дальше если у меня 50 выкупов я делаю 20 по низкочастотникам и 2 волны ну по 15 например если 100 то я в принципе закидываю сразу 30 не верифай и по низкочастотникам и опять же 2 волны а все остальное как бы в запасе своей армии держу то есть куда мне дальше направить ну вот на 36 я помню мы вышли уже там под сотку продаж на 75 я вот по очкам вышел там тоже ну то есть везде по-разному то есть ни разу в жизни я полностью этот бюджет не потратил ну вот ну верифай не верифай в любом случае пригодится потому что когда мы тот же почему я индексацию проверяю чтобы PPC лучше работал чтобы еще лучше работал чтобы точно понимал у меня а для чего я делаю эти как называются верифай ой не верифай а сотка ну когда как раз подойдет PPC у меня уже будет за сотку отзыв и как раз уже верифай пойдут отзывы подтягиваться то есть все идет такая закономерность ну в принципе это мне достаточно и на для старта для первых трех поставок такой стратегии достаточно то есть я в любом случае после каждой поставки обязательно вливаю верифайн то есть там 10-20 однозначно подтягиваю какие-то ключи ну и так далее и так далее опять же с PPC более плотно начинаешь работать уже на более дальней стадии так думаю достаточно по этому поводу Артем разъясни плиз по вчерашним как это было основный инструмент рассказал Денис какие сейчас источники продвижения используешь вот их использую индусов никогда не использовал особо активно вот но плохо потому что и бывает такая ситуация что мы знаем ключ крутой и нам надо слить товар я бы сейчас этим занимался сейчас для этого в принципе проблема кстати вот с как это сказать с реанимацией товаров которые не пошли которые вот реально очень большое значение имеет вот то что я сейчас рассказал именно в совокупности синергетический эффект когда в совокупности сразу два три четыре действия делать он глобальный просто это как умножение уже геометрической прогрессии идет а если по отдельности эффект совсем другой это уже проверено я вот несколько товаров которые последний совсем уже расслабился вот результат такого не было потому что я уже вливаю отдельные волны у меня уже буст прошел у меня как-то уже волна прошла то есть и я уже точечные вливания они хуже значительно да когда есть офигенная органика это нормально работает потому что опять же идет и синергетический вот этот эффект но если по отдельности например органики нет и мы вот сейчас такая ситуация не партовая конечно но она неприятная я может быть слишком мягко себя веду из-за того что люди ко мне кто приходят раньше ко мне приходили но это просто такие вот там фотографии мертвые то есть ну все плохо то есть ты берешь вообще все с нуля и что-то получается ну хотя бы распродать хотя бы туда-сюда а сейчас часто в последнее время стали приходить люди у которых все неплохо а у некоторых все хорошо но нет продаж вот и начинаешь с этим ковыряться 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 и получается что просто то ли ниша тяжелая то ли конкуренция высокая то ли там значение бренда огромное то есть такие моменты уже более серьезные и глобальные то есть тут нельзя изменением лисинга фотографий и вливания там я не знаю какого-то определенного бюджета его просто не хватает тем более мы понимаем что люди уже потратили серьезно и нам жалко на самом деле в идеале когда такая ситуация наверное все таки лучше осин менять или осин или рестарт но это очень дорого потому что мы или на осин деньги потратим и заново или вот например мы с нуля когда начинаем у нас конверсия две штуки продали пять заходов например там два к пяти и получили мы сколько там сорок процентов а если у нас старая конверсия была не ноль а например там какое-то там число там восемь шесть вот нам надо ее сначала еще выправить а потом только поднять то есть есть история негативная она работает против нас с этим очень трудно вот и по деньгам очень много а люди же приходят они уже чаще всего уже значительно потратить то есть если с самого начала мы это все сделали вполне возможно был бы нормальный результат сложно конечно сказать но вероятность была значительно выше а получается сейчас вот такая вот непонятная ситуация так лавк нет понедельник вопросов ответов нет это просто ну я не всегда могу кого-то позвать кто-то может отказаться я как бы дырки затыкаю вот но думаю какая-то польза в любом случае есть от этих вещей а по поводу других лайвов у нас идут они всегда понедельник четверок 20.00 по Москве по Киеву я так понимаю вот и я стараюсь писать анонс вот следующий четверг будет у нас Amza Empire Amza Scanner будут рассказывать про эту программу там скидка там все дела ну и как она работает я понял там вот этот small light Макс там просто сам вопрос я не пойму так так ну потому что низкочастотные я жирно беру низкочастотники мне низкочастотник нравится потому что меньше короче с меньших затрат я могу получить больше первых страниц достаточно часто низкочастотники дают пропорционально ну например мы вышли на какой-то хороший низкочастотник он дает нам три продажи взяли таких 10 из них 6 живых 18 продаж ну вот а с того бюджета который мы например ввалили высокочастотник мы например можем туда просто не дойти или он вообще пустышка то есть высокочастотник он ничего не гарантирует нам в этом вся проблема то есть я минимальный затратный хочу получить максимум ключа вот и моя задача в конечном итоге в любом случае это получить органику это понятно это у всех так но получить вначале трафик трафик меня выйдет только на первой странице даже по высокочастотникам у нас нет такого что высокочастотник продажи идут с 10 страниц а низкочастотник идут только с первой и часто и высокочастотники с первой идут и низкочастотник с первой но высокойчастотнике очень сложно удержаться если там действительно хорошие продажи Для того мы families В любом случае, понятно, что Amazon фиксирует совокупность действий, то есть там отзывы на товар, на продавца и на все остальное, но и в любом случае, сколько по этому ключу продаж, есть преимущество. А если мы столько продаж не держим, мы, соответственно, будем падать. А на несколько частотникам легче удержаться, даже искусственно. Если нам там продаем мы две штуки, а худшие продают три, мы всегда можем еще там одну-две подбросить и вернуться на эту страницу. Так, Бондаренко Максим. Спасибо. Традегия хорошая. Стоит ли использовать не верифай отзывы, учитывая продажи товара больше года? Или есть смысл использовать не верифай только при запуске? Но не верифаем. Вообще все постоянно меняется. Тут нельзя сказать, что что-то хорошо, что плохо. На данный момент зацепили вот эту вещь в виде буста, только из-за того, что многие стали по многу заказывать отзывы. И настроили, и получился хороший вот такой вот эффект. Вот. Я сказал о стратегии старта. Если мы говорим о стратегии напрямую учения продаж, там, с 20 до 50, если мы говорим... То есть я в основном работаю с кем? Это запуск и реанимация. Вот. А средний вариант достаточно редко возникает. Из-за этого тут сложно сказать. Вот. Все индивидуально. Просто почему я не люблю любые курсы по обучению, по всему остальному? Потому что... Ну, это то же самое, что конвейерная сборка ручная. Вот и все. Если в любом случае надо... Тут вручную это не получается каждый раз. А уж универсальных решений, таких серьезных задач вообще не существует. Ну, вот. И все это гонки. Так, Давид, распределение бизнес-процесса на Амазон. Делегирование можно об этом? Ну, я не знаю. У меня таких нет проблем. Ну, да, я делегирую. Я очень многие проекты запускаю в партнерстве со своими там учениками, друзьями. И с удовольствием там... Ну, вот Жене там запустили. Вообще очень интересно запускает. Ну, это, во-первых, надо доверять людям там, ну, всякий момент. Ну, вот. И я, на данный момент, делегирую именно таким образом. То есть мы разделением обязанностей больше раскидываем. Ну, вот. В будущем, естественно, надо будет принимать решение, раскидывать время, чтобы оно оставалось. И будем чем-то жертвовать, однозначно делегировать. Смотреть. Я просто не дорос до этого уровня, чтобы мне чего-то делегировать. То есть я это делегирую именно больше партнерами. То есть партнеры занимаются одним, я занимаюсь другим. Как бы, вроде все неплохо. Вот. Я нивелирую риски, во-первых. И, во-вторых, естественно, экономлю свое время. Потому что каждый занимается своим. Я вот, у меня с языком, например, беда. Ну, плюс мне есть много людей, которые мне просто помогают. То есть там, в Китае, например, я очень много работы отдаю посредникам. Стараюсь также скинуть все, что можно. Ну, вот. Из-за этого, наверное, вот в этом все дело. И по делегированию. Пока мне просто интерес у меня основы. Я живой. Интерес учиться. Интерес двигаться. Вот. То есть у меня есть свои, как бы, планы. Планы вот сейчас это внешний трафик. Так скажем. Вот если я сейчас по Амазону не спрашиваю, у меня нет вопросов. По именно вот стратегии то, 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 то. Нет просто вопросов. С любого места, с любого старта все ясно, непонятно. Вот. Просто там будет вопрос, когда там большой оборот или еще что-то. Там по мере поступления, так скажем. Сейчас мне, например, очень интересно именно внешний трафик увеличить продажи за счет него. У меня, у моих партнеров, у моих там учеников, там, не важно кого. Вот. Мне это очень интересно. Я буду прям все силы на это тратить. Следующий этап, наверное, это ближе к Shopify. Вот. Посмотрим, как это работает. Значит, я просто по поступлению. То есть, первый вопрос вы решили с внешним трафиком. То есть, с лендингами и со всем остальным. Если это все норм, если это сработает, я жду, чтобы меня кто-то удивил. Ну. Будем надеяться, что все будет хорошо. Потому что нам это надо реально. Ну вот. Нельзя только сидеть на раздачах. Нельзя только сидеть на PPC. Ну и это нет развития в этом. Завтра Амазон алгоритм поменяет. И никто в этом PPC, никто ничего не знает. Ну, просто он сменится и все. И будем в каких-то группах читать, что кто-то что-то там сказал, шепнул. И вот теперь алгоритм поменялся совершенно по-другому. Мы играем на чужих условиях. Ну вот. Так же и с гуглом, конечно. Это и со всеми. Ну вот. Просто пытаемся как-то раскидать. И там, и там, и там. Везде. Так. Макс, я так понимаю, опять о ней. Это light и light, что ли, не пойму. О системе. Какой системе? Маленькие товары. Там у них слады открыты, закрыты. Я просто формулирую, испогрелся вопрос полностью. Я не понимаю. Вот. Я, честно могу сказать, маленькими вот этими товарами особо не торговал. Вот. Оверсайз там все понятно. То есть есть стандарт, есть оверсайз. Оверсайз там ограничение до 500. Обычный размер. А small size? Обычный размер 5000, там можно поднять до 8. Обычный размер. А small размер? Там у них вечно в эту программу надо вступить. Никого не берут. Места не хватает таких вкладов. И цена дешевая. Ну, я не знаю. Я там не работаю. Никого туда не гони. Потому что там, как правило, цены дешевые. А если брать какую-нибудь ювелирку или еще чем-то, я тоже этим не знаю. Вот. Какие еще вопросы? Какие вопросы? Ну, пока вопросов нет. Что там, может, расскажу. Хорошая тема вот с неймингом, например, мне очень интересна. Потому что вот как раз по распределению этих времени и всего остального. Когда мы принимаем решение по названию своего private label, у нас с этим возникает в будущем проблема. Если зацепится товар, как правило, его надо регистрировать в торговом арте. Очень часто мы не можем адекватно оценить, насколько вероятно ее зарегистрировать. Приходится ребрендинг делать, переделывать, упаковывать все вот эти вещи. То есть вот я сейчас сделала, мне нарисовали, обрисовали, мы там перерисовали немножко. Мне, в принципе, не нравится. То есть я, по крайней мере, получил запас названий и с ними буду дальше как бы работать. Я не тесил, Андрей, а вихрь. Мне, в принципе, неинтересна тематика вообще. Мне вообще неинтересна тематика искусственного продвижения особо. То есть если, во-первых, у меня есть свои стратегии, которые работают отлично. Ни на 4, ни на 3 с минусом. И когда Игорь говорил, что он считает, что вихрь – это самый лучший способ продвижения, ну это вообще смешно просто звучит для меня лично. Ну, потому что огромное количество способов продвижения. Ну вот, и если мы только говорим о том, что взять и в топ вывести, ну, не знаю. Для меня это вообще неинтересно. Сегодня алгоритм так работает у Амазона, что там Facebook лайки катит, а завтра они не будут катить. Всегда будут катить – это органические продажи. Если мы будем грамотно управлять, правильно вливать трафик, стоимость верифай, не отзывы даже, а выкупа реального, будет просто еще дорожать. И все. Из-за этого мне, в принципе, без разницы. Наверное, я знаю, у меня есть ученики, у которых работают, и есть у которых вообще не работают. Есть у кого доходят до второй страницы, и все. То есть те деньги, которые они тратят, они не оправдуются вообще. Есть, которых без проблем выводят на первую страницу, они повисят, перестаешь там что-то заливать бабло, как там, например, ты вышел туда, тратил, я не знаю, какой-то бюджет не у нас. Когда ты туда вышел, ты хочешь удержаться. И ты хочешь тратить, например, в три раза меньше. Вот. И ты просто не можешь тратить в три раза меньше, потому что начинаешь падать. И тебе приходится, как ты продвигаешься, так же, как ты, это самое, как ее называется, так же, как ты удерживаешься. То есть игра стоит свеч. У кого-то однозначно стоит. То есть у кого-то бешеные продажи, кому надо просто там в трафике тусоваться. А у кого-то не стоит. Это как одна из обычных способов продвижения, просто хорошо продвинутая, распиаренная и все. Для меня лично. Так что так, знаю и белую сторону, и черную сторону. Люди работают, многие, многим нравится. Мне даже неинтересно. Мне интересен внешний тратик, я хочу покупателей с Фейсбука получать. А не хочу лайки получить, мне неинтересно, мне вообще без разницы. Ну вот, так что так. Ну, стратегия от туитом убрать. Цена, когда 8 долларов хочу, поторговать 0.99. Но вот из-за этого Амазон и не хочет это делать. Вот, там есть, есть моменты, есть связанные моменты с потерей байбокса, от туитом. У нас то, нам дают торговать по 9.97, мы торговали, потом нас категорию в категорию перекинули, могу свой опыт рассказать. Нам все, от туитом поставили. Мы поставили, каждый там по центу прибавляет, 10.03. Мы прошли, все. Потом через неделю смотрим, наш конкурент начали падать в цене все. Мы тоже уронили цену вообще до 7.97. И нормально, без этого и там нормально торговали. Непонятно. Там, скорее всего, очень много нюансов, которые прописаны. От конкурентов зависит, от многих таких моментов. Ну вот, где реально идет работа. Связанная, то есть, ну это все робот. Это все робот нам выстраивает, средний продаж, разрешает, не разрешает. Ну вот, из-за этого я не знаю. А эту и там, ну, я не знаю. Если вам так хочется, ну и сделайте на лисинге, на той же первой странице купон. Размесите, да и все. Что у вас, распродажа, используйте этот купон. Ну, ну так, по беспределу, так скажем. Ну, а что делать? То есть, напишите, там, цена такая-то, по этому купону будет цена вот такая. Ну и все. А не номер купона. То есть, у нас же есть купоны, которые главные, и купоны, которые штучные. Ну, вот главный купон. Забабахайте туда. Просто ограничение. Пэкч-квант эти поставьте, там, сколько там можно в одни руки продавать. Так что, амазон просто не ограничивает. Раньше мы этим занимались же, вот этими делами, но мы через купоны все это реализовывали. Ну вот, сейчас как бы они вот это чуть убрали. Просто я от купонов ушел, было два минуса. Один минус то, что, ну, значимость выкупов по купонам значительно ниже значимости выкупа органического. А по деньгам мне стоит столько же. Только какая выгода? Я не могу понять. Ну вот. Ребята из Amzempire считают, что они обезопасили себя тем, что они делают типа по правилам Амазона. Ну, наверное, так. Ничего не могу сказать. Я по-другому делаю. Я через органику делаю. Проблема в людях, это да, тоже могу согласиться. Но. Тут сложно сказать, короче. Почему 0,99, в демпинг-гуте там, по какой цене вы можете опуститься по максимуму. Ну, всякие моменты. Я думаю, купоны можно добавить. Но имейте в виду, что там вот это второй, кстати, косяк, забыл сказать, это вот именно, раньше же можно было в деньгах скидку делать, там, 1 доллар, 2 доллара, а теперь только проценты. Ну вот. Ну вот, есть шанс, а бывали. Мне друзья рассказывали, что есть специальные форумы, где аферисты обсуждают, как обмануть продавцов на Амазоне различными способами, уловками, программами, там, я не знаю чем, чтобы выкупить весь их склад. То есть, вот, есть риск, там, поставите, я не знаю, там, 90% скидка и ваш склад за раз выкупят. Ну вот, так что есть свои моменты. Тяжело сказать. Нет, твитом как раз от ограничения Амазона. Амазон же, они же как рассуждают. Чем дороже ты продаешь, тем больше фи. Значит, их вот этот минимальный фи, там, в размере, там, я не знаю, на сколько там, минимум 4.06, если обычный товар, там, что-нибудь такое. Там, 3.96. Их не устраивает, потому что доставка, сами понимаете, сколько стоит, все остальное это не выгодно. Какие примерные расходы по вашему продвижению для вывода 50 слов на топ-позис для среднечастотных слов? А за мат никаких. Не могу ничего сказать. Потому что я не двигаю поштучно ключи куда-то там зачем-то. Я их не считаю. Я работаю на органик. Когда я утром просыпаюсь, у меня 30 продаж, я продолжаю стратегию. Когда я просыпаюсь, утром у меня 80 продаж, и меня не устраивает. И у меня товар на остатке, и я понимаю, что я выйду в аутосток. Я прекращаю продвижение. Вот и все. Никакая разница, сколько у меня первых позиций. У нас может продажа быть вообще по другим ключам. Эти ключи вы из пальца высасываете, и я также с вами вместе. Вот. И только со временем достаточно долго собирает уже информацию через PPC, через косвенные факторы. В том же обзывании уже видно. Прошли продажи. Ключ вверх пошел, вниз пошел, держится, падает. То есть, ну это очень долго, ну я не знаю, там, 3 месяца, полгода, если вы там сидите на одном товаре. А если у вас десятка, вообще не заметят. Кроме PPC вы не увидите трафика, откуда идет. Когда вы PPC действительно анализ возьмете, там, сделаете там сотни продаж, через несколько месяцев сделаете анализ, и тогда получите реальную информацию, и будете там размышлять и думать. от ваших вот этих 5-10 слов, да зачем они нужны? Когда как? Ну раньше, раньше там, с 5 раздач можно было как средний вывести. Опять же, тут написано по-вашему, средний частотник. Опять же, что такое средний частотник? Я понимаю, есть на самом деле высокий и низкий частотник, все. А средний частотник это так уже. Вот, высокочастотники и низкочастотники, я смотрю, исключительно отталкиваюсь от этого, от моей ниши. То есть, я знаю ключи там по 8 миллионов, у них 0 продаж. Зашел, нет продаж вообще. Это вообще не, там, мерчанборд какой-нибудь. Ну вот, из-за этого, что это такое? Высокий и средний частотник еще там бабушек надо искать. Просто есть очевидные вещи, что Canopener, он в любом высокочастотник. Там самый главный ключ, или JumpRow, то есть они в любом случае, главные названия. Ну, JumpRow есть SkiPro, например. То есть, быстрый прыгал, там, скакалка, там, или еще чего-нибудь. Ну, у каждого есть такие вещи, но есть неизвестные товары, с которыми намного сложнее. Ну вот, так что, я никогда не считаю слова, я считаю только, сколько у меня за ночь прошло органических продаж, и на этом ориентируюсь. Потом зайду вам звон, посмотрю, который отстает, там, на сутки, на полсуток. Ну вот, посмотрю, что я там, вверх пошел, вниз пошел. Ну вот и все. То есть, я вот так работаю. Сегодня продвинулся на 5, завтра упал на 10, потом опять на 5 поднялся. Так что, не особо важно. Бывает такая ситуация, что даже вам за вам при хорошем ресерче не забили все ключи, и мы не знаем, откуда идут продажи. У меня есть ученика, у меня там почти 50% через автомат идет, например. А с этой можно, соответственно, сказать, проанализируйте и поставьте там точные соответствия, там, бро, там, фразовые соответствия. И получается, ставим, и нет результата. Тоже какие-то проблемы с этим. Проблемы всегда есть, их решать надо. Это вот опыт. И с каждым товаром проблемы могут по-разному решаться. Это просто вот гонишь, гонишь, гонишь трафик, и пытаешься проанализировать, переварить через себя. И в будущем эти ошибки не совершать. Так, еще есть вопросики? Угу. Как так, значит, Вячеслав, как спрогнозировать количество стартовых верифайт, не верифайт, целостность с нуля? Ну, я вам сказал, я закладываю бюджет 10%, но если у нас большое количество, там, от 5000, до 10%. Просто я могу сказать, на старте не довложите, потом можно кусать локти. Ну, бывает и излишки, ну, так скажем, кашу маслом не испортишь. Планируйте всегда вкладывать деньги в продвижение. Любыми способами, совершенно не обязательно моим. Я просто его не скрываю, я могу сказать, ценность моего способа – это ручное управление, в первую очередь. Ваше, мое или чего-либо. Вот, а не сама схема. Сама схема очень ценна. Я ее нарабатывал, потратил очень много денег и сил на это. И она постоянно изменяется. Постоянно. Постоянно добавляем что-то. Вот сейчас, надеюсь, мы ее значительно усилим именно продажами со стороны. С самого начала. Может быть, будем предзаказы пытаться делать. Много вот такой пытливой и интересной работы. Все впереди. Из-за этого я ничего не планирую. Я могу сказать, что я, когда делаю не верифай отзывы, я, в принципе, особо их не контролирую. Я контролирую ордера. Я говорю, что должно быть такое количество отзывов. Если люди не сделали отзывы, просто пришлите мне скрин того, что, ну, там, Amazon не пропускает, например. Ну, и все. Я голову, там, локти не кусаю и не плачу и не переживаю за это. Ну, потому что это бессмысленно. Это просто нервотрек. Вот. Или у меня пришла первая одна звезда. Ну, пришла и пришла. Ну, и что? Ну, надо накинуть сверху 10. Убить двух зайцев. Первое – это однозначно продвинуть какой-то ключ. Что-то компенсировать. Или не пробить, а удержать, например, поднять какой-то ключ. То есть, ну, по-другому никак. Надо вкладывать. У нас здесь маржа там по 100-200%. Многие с первой поставки окупают полностью. Но это не серьезно. Мы же здесь не зарплату пришли получать. А кто-то дает код на скидку. В чем разница? Это отзывы равноценны? Я не знаю, Диана, в плане, я чуть не пойму вопрос, но смысл, я понимаю, по купонам, наверное. По купонам, если вы будете давать, получать отзывы, будет не верифай. Из-за этого проще гораздо. Раньше это было более-менее актуально. Сейчас зачем? Если можно заказать, и такой товар потеряете, фи потратите, и стоимость себе стоимости товара. 10 баксов. И вам еще людей этих надо найти. А так людям заплатили, еще они вам и с продвижением сделали за 6 баксов. Ну да, есть люди, большое количество, вот сейчас, что смотрю, опять активизировались. И в группах, и везде там рекламируют, и по 3 доллара, я не знаю, по чем. Но мне умиляет вообще всегда вот это вот, какие-то полуфейковые аккаунты, или полностью фейковые, я не знаю. И которые говорят, мы тоже даем гарантии. Кто такие? Что они вам дадут? Я говорю, я знаю и негатив, и, наверное, и классно люди работают. Вот, все по-разному. Есть кто, вот как раньше индусы работали под конец, когда у них совсем беда была. Они просто брали в работу кого-то, не сделали работу, там, им заставлять деньги вернуть, а они угрожают, что они там лисинка путь. У них заказывают отзывы, они потом, как вам положительные отзывы херачат, так потом и отрицательные. И потом говорят, давайте мы закроем отрицательные. Моментов полно. Из-за этого работайте, платите, покупайте услугу, где считаете нужным. Вот, где надежно, качественно и с гарантиями, там, в любом случае, всегда будет дороже, чем ненадежно, некачественно и без гарантии. И еще раз говорю, чтобы заработать репутацию, в любом случае, люди будут допинговать, естественно, и все равно в будущем будут стремиться к повышению цен. Потому что у всего есть цена. Есть цена времени, есть цена покупки этих аккаунтов, и все-все в этом роде. Ну, то есть чудес на свете не бывает. Это не берут просто так вот. Раз и сделал. Не верифай отзывы, как делать нечего. Как мне человек вот писал, я не знаю, мне некоторые люди, меня вот, нет, доканывают этим. Возьми туда, он, перед ним. Доканывают. У нас два вопроса актуальны всегда в личку. Это обучение, чем вас отличается от тех. И второй момент, это как раз вот, чем отличается ваш не верифай отзыв, чем мои друзья сделают. Да ничем он не отличается. Просто надо найти такое количество друзей, я просто не знаю. Ну, наверное, у кого-то есть сотни друзей, которые могут это сделать. У меня, например, их нет. Вот. И опять, если мы на Амазон идут все с разными деньгами, с разными инвестициями, с разными планами. Так что тут у всех по-разному. Кому-то нужен сервис, кому-то нужно на... Ну, то есть вообще просто, тупо денег нет. Ну, вообще нет. То есть человек купил товар, привез на Амазон, положил фотографии. Вот я реально начинал так же. Фотографии с соседом сделал. Там запустили, посмотрели, как это все выглядит. Вот. Потренировались, поработали, перестроились, поняли свои ошибки, двигаемся дальше. Так. Кто-то идет, заплатил, его проконсультировали. Вот. И человек просто взял и сделал все сразу правильно. Сэкономил время и деньги. Тоже нормально. Но опять надо понять, у кого консультации брать. Ну, вот. То есть кто-то по часовой консультирует. Я сейчас вот тоже по часовой стал консультировать. Именно частный вопрос. Потому что многие раньше обращались, и никто не хочет, например, там платить, как мы сейчас берем, там, абонент в месяц. Я считаю, это намного в сто раз выгоднее, в сто раз правильнее. Но если человеку не надо, вот он не хочет. Ну, пускай, значит, по часовой платят. Ну, я что? Лишний денег не помешает. Если смогу помочь, будет украсть. Ну, вот. Многие так же рассуждают. Многие так же работают. Так, запускаете так. Татьяна. Запускайте леки писи, если не на листинге. Есть. Пока только не верифайл отзывы. Или ждете, когда верифайл отзывы. Ну, по моей схеме, у меня уже верифайл приходит. Вот. То есть, примерно верифайл приходит при первых выкупах. Потому что я с первого дня. Это 12-й день, наверное. То есть, туда-сюда примерно они приходят. Я не загоняюсь. То есть, там, пришли, не пришли. То есть, потому что верифайл у меня уже под сотню. Несколько. То есть, не верифайл. А верифайл, соответственно, тоже подтягивается потихонечку. Бывает и не верифайл, и меньше мы заказываем. То есть, там, если там 500, что-то там 50, например. Вот. Можно несколько дней подождать. Не столь важно. Просто я стараюсь это, знаете, как в ритме именно делать. То есть, одно действие, второе действие, параллельно еще два действия идет. То есть, вот идет такая, как бы, вот армия просто. То есть, ты направляешь свои отряды туда-сюда, то есть, вот этот трафик. И пытаешься как раз вот комплексно все это поднять. Вот. И PPC – это один из очень полезных комплексных решений, который очень сильно помогает. А в будущем еще и набирает стратегии. То есть, он двойное действие. Двойное действие от него очень важно. Вот. И я даже не вспомню, когда мы в последний раз запускали в первой поставке PPC, кроме автомата. То есть, никакой необходимости нет. И у очень многих очень больших продажей. Так, Роман. В прошлом году они дали торговать новым аккаунтом. Или именно новым товаром. Именно новым аккаунтом. Ой, ну да. То есть, новым продавцам не дали вообще работать. То есть, старым продавцам разрешили привозить товар дальше. Ну, то же самое, что в бренд-регистре. Вот сейчас. Только сегодня с утра разговаривал. У человека даже детеньки есть. Он мне сказал, что на старый… На старый бренд-регистре многим присвоили детенок. Ну, круто. Я этого не слышал ни разу. Вот у него есть детенок. Вообще, просто там… Мы думали, что надо сделать адвент-торговую марку. Сделать бренд-регистре 2.2, 2.0, там, я не знаю, как это называется. И только после этого дадут, там, говорим, по-моему, бренд-гейтинг. А тут людям дали. Он просто там марку свою зарегистрировал, сайт показал, шивый. Вот. И ему сейчас еще и детенок дали. То есть, ну, это крутой аккаунт. Такие аккаунты реально я бы купил. По-моему, у тебя есть такой аккаунт? Мне вот сейчас надо, знаете, что? Кстати, может кто-то посоветует. Личко напишите, пожалуйста. Первый вопрос. Мне интересный аккаунт реально вот с детенком. Ну, вот. То есть, есть аккаунт, есть бренд-регистри, есть бренд-гейтинг. Очень интересная тема. Мне интересно очень сейчас торговая марка в США уже. Готовая, купленная, там, старая, новая, неважно. Тоже рассматриваем вариант купить. Чтобы просто тупо резину не тянуть. Вот. И третий, третий. Мы сейчас ищем поставщиков в Америке по всяким там DVD, там, всякой вот этой. Ну, вот. Может, тот посоветует. Я не знаю. Не, напарник просто этим занимается. Вот сейчас ищем, чтобы, то есть, категория открыта, все есть. Хотели бы поторговать, попробовать. Ну, может, тот подскажет. Так, значит. Диана. Что вообще дают не верифай отзывы, если видно, что люди товар не покупали, а просто пишут отзывы, не купив товар? Ну, они дают много чего. Если на старте, они дают первые 10-12 дней уже с отзывами ваш товар. А не стоит пустышкой с нулем. То есть, он вам помогает однозначно двинуться. Ну, то есть, просто при... Ну, далеко не все будут там вчитываться в отзывы. Далеко не все читают. То есть, есть количество, есть стоимость звезд и все остальное. Это однозначный плюс. Минусом никогда не будет. В жизни поверь. Второй момент. Мы, помимо не верифай отзывов, также клипаем на вопросы. А, второе. Это на данный момент по той схеме, которую мы сейчас отзывы, если в большом количестве распространяем, они дают еще буст. То есть, реально рост ключей. У нас есть вихрь, а есть вот не вихрь. Только вихрь, он просто вам дает пустое продвижение на диск в органический продаж. Насколько он долгоиграющий, тут уже у каждого своя история. Если органик не зацепили, все понятно. А здесь вы получаете по-любому еще и отзывы. Ну, считайте, что лучше. То есть, я думаю, если вы фигачите ту же сумму, что туда, не верифая отзывы, я думаю, эффект будет и покруче. Но опять, никто не пробовал. Надо смотреть. То есть, я больше 350 отзывов не делал еще за раз. Ну, естественно, не за день, а постепенно. Так, что еще, что еще. Он дает нам закрыть, если по компьютеру, это справа, все вот эти вот отзывы. Негативная. То есть, штук 10-20 закинул, сразу закрыл. Понятно, что многие на мобилке, у многих поставлен только верифай. Ну, верифай, значит, верифай. Верифай тоже можно сделать без выкупа. Стоит 30 долларов, насколько я помню, ни разу не делал. Ну, кому как нравится, можно делать. Вот, то есть, вы берете для качества, для закрытия, ой, для количества, для закрытия негатива. Быстро. А потом обязательно верифай им что-то доливать надо. Для буста, для старта. Ну, я считаю, огромное количество. Так же, как я AmZewan, а полгода это не пользовался. А сейчас это у меня главный инструмент. Ну, я имел трекер. Не AmZewan, а трекер. Так. Что вообще дают? Так, понятно. Роман. Ну, то есть, товар один. Могу привезти новый товар. Правильно? Да, есть один товар, он может привезти еще один товар, если... Ну, понимаете, правила у Амазона, их не существует таких. У них есть технические правила, они, да, функционируют. Размер коробки, там, туда-сюда. Ну, Амазон сделает, может, что угодно. Он может сказать, 1 сентября, что больше не принимает товары на склады. Это маловероятно? Ну, есть вероятность. Или с 15 октября, а теперь с 1 октября. Всем советую, особенно новичкам, запуститься, постараться, привезти товар до конца сентября. Ну, как минимум, сделай шипменты. Вот и все. Это вот как минимум. Так, Владимир. Был успешный старт. Продали 70% склада. И PPC органика была. Но, не допуская аутов стока, подвозим товар. Продаж сейчас нет. Позиции упали вниз сильно. На что сделать упор приезда второй партии? Ну, е-мое, тут аутов стока у вас даже не дошли. То есть, вы 70% продали. Наверное, причина в товаре анализирует как раз цена входа. Проблема, может, в цене. Может, конкуренты пришли одновременно с вами, намного круче. Может, вы позиции потеряли. Я могу рассказать одну историю. Показательную. Когда я только начинал. У меня были знакомые. Они пришли в конкурентную нишу по 1 сентября в канцелярию. И с первого же захода, первой партии, они попали на вторую страницу, по-моему, топ-1. Ну, то есть, на этой второй странице первое место они занимали. Продавали в день, по-моему, 30 штук. Ну, по тем временам, когда мы в прошлом году начинали, 30 штук – это был великолепный результат, на самом деле. Вот. Но поторговали они пару недель в таком объеме и потихонечку сваливались. По каким причинам? Ну, по тем причинам, я так предполагаю, что просто рядом с ними люди, которые торговали, имели больше продаж. И они постепенно-постепенно свалились на третью страницу и стали продавать 20 продаж. Видимо, на второй странице все продавали больше 20 продаж, и они упали на четвертую страницу. Там продавали уже 10 продаж, предположим, в среднем. Они, естественно, и там тоже самое. И вот так вот они постепенно свалились до седьмой страницы, по-моему. И стали продавать 3-5 штук. Все. И вот на том уровне они остановили. Качество листинга у них там проблема была, или еще что-то, или цена. Я не знаю, но смысл именно такой. То есть, когда вы там находитесь, некоторым на халяву их закидывает. Ну, просто вот, ничего человек не делал, просто привез, он бах, так вот, ну, как на халяву, выбрал правильно товар, попал в струю, сделал какой-то там листинг, прописал. Но этого не хватило. И они просто не знали вот этих всех, вот, что я сейчас рассказывал. И с тем бустом, который у них был бы, да, они, скорее всего, в топы залетели бы, если все правильно сделали, и в там бы, может, и остались. Вот и все. А когда ты вял и текущий, вот, на халявку, там, ничего особенного такого не делал, деньги не вкладывай в продвижение, никого, они не знали, что это надо делать. Вот. И я тогда это не знал, и не мог им посоветовать. Это ровно год назад был, вот, август месяц. Ну, вот, ну и все. И в конечном итоге, вот, я не знаю, там, что сейчас, как там, с этим товаром, но в любом случае, вот такая была история показательная. То есть мы идем или вверх, или вниз. Ну, вот. А то, когда мы стабильны, мы уже, там, какие-то позиции можем удержать. А как Амазон пропускает, не верифицировано, если они понимают, что товары не им покупали, а просто, это правило Амазона, Диана. Вот, они ничего не пропускают. Просто поймите правильно, менталитет там совсем другое, чем у нас. Мы пользуемся вот этими всеми уловками. Мы вот здесь, видео, я рассказываю цвет, как обманывают, ну, какие-то такие вот нехорошие вещи на самом деле. Это, в принципе, неправильно. И так далее, и так далее. Вот, у них там так не делается, так нельзя. Там все красиво, и все честные, все правильные. Уж не знаю, что они там куларно делают, там, в квартирах своих, там, закрытых, что они там делают. Но так они в цвет этим не занимаются. Надеюсь, никто по-русски там не соображает, и мои стратегии не, самое, не сховывают. Ну, и там, и так далее. Вот, чем мы тут занимаемся, эти группы наши, ревью, там, и все остальное. Мы сплошные нарушения правил Амазона у нас. То есть, просто, черный список у нас сразу надо, и группу, и все остальное. Только этим мы занимаемся. Как обмануть Амазон. А у них просто такой вот менталитет. Они там, я не знаю, есть правила Амазона. Человек купил товары, то есть он является покупателем Амазона, он там, у него есть правиль, он там покупал на 50 долларов. За всю историю он имеет право написать свое мнение про товар. Про ваш товар, про мой товар. Они не думают даже об этом, что есть нечестные люди, которые на... Зачем вот им они вот рассуждают? Нафига человеку брать и писать не верифайла? Писать отзыв? Лень. Ну, просто кайфалом, я на сидеть. Вот, это тот товар, который он не купил, никогда не покупал. Они думают благими намерениями, вот, что... А человек честный, сядет, напишет отзыв. Ну, вот такая вот тема. Мы пока этим пользуемся, пока лавочка открыта. Вот, вот, вот так. Так что все тривиально и просто. Сколько для старта посоветуете? Примерно отзывов, не верив и верив. Наших со средним конкурентов, нише со средним конкурентов. Я уже сказал, мне все равно, средний, не средний. Я заложил 10%. Я их очень медленно, постепенно тратил. Вот, постепенно, очень медленно, очень медленно этим занимаю. Вот, сейчас заливаю, заливаю, тратил. Ну, и одна задача, еще раз повторю. Сначала получить сессии. Когда я сессию получил, я понимаю, что я попал в тратил. Там идет движуха, на мой листинг заходит. Когда заходит на листинг и нет продаж, я думаю, что делать с внутренним листингом. Если мой листинг нет в сессии, и я вижу, они на первых страницах, значит, беда на нее никто не клацает. Ну, то есть, вот, есть элементарные вещи, на которые надо внимания обращать и на которые надо давить. Но не всегда, опять же, получается. Ну, по крайней мере, надо понимать. То есть, нужно понимание ситуации. Чтобы влиять на ситуацию, ну, нужно ее понимать, как она работает вообще, вся эта схема. Ну, вот, мы пытаемся как бы разбираться. Вот, за это я заложил 10% и все. Ну, минимум, минимум это 5% от партии. Ну, опять, если у вас партия 200-500 штук, там, или 300, 5%, ну, это просто смешно. То есть, ну, это бессмысленно. Я считаю, на старте надо минимум 50 отзывов просто дать, не верифай, и все. Получишь буст, получишь 50 отзывов, такой, сразу старт пролетит у тебя, у тебя будет этот, как его звать, не будет вот этого прогалов 10 дней, когда у тебя верифай физически не придет. Вот, и ты PPC можешь запускать уже, соответственно, там, на 12-й день, а не на 15-й, 21-й, там, когда уже буст, там, азоновского нет. То есть, ну, я не знаю, мы вот, я вам рассказал, как я делаю, а вы делаете, как вы хотите. Там, пользуйтесь какими-то, там, программами, какими-то индусами, там, другими способами. Мне сложно тут сказать, это дело вкуса. Так, Максим, еще один вопрос, каким инструментом пользуют для индексации лисинга? Исключительно. А, индексацию, да просто осином, да и все. Ну, нет, есть две программы, но мне они что-то не очень нравятся. Одна программа называется KV Index Checker, а вторая программа, не помню, где-то она у меня есть. Ну вот, ничем не пользуюсь. То есть, я пользуюсь вот по старинке, мне осина достаточно. Мне надо, чтобы у меня индексировались булеты, title, серферам по отдельности и вся колбаса. Все, мне этого достаточно. Ну вот, Хан, как раз о тебе и вспоминаю. У меня есть таких два-три товара геморрой, например. Чего, ничего не думай? Что здесь сказать? Я могу одно сказать. Я просил, то есть, вот у меня была просьба, опять же, могу обратиться к великим программистам, кто действительно этим занимается, профессионально, серьезно, помощь в борьбе с конкурентами. То есть, ну есть такая ситуация, опять я недавно общался с людьми, у нас очень многие за карму свою переживают. Вот, ну, что здесь сказать? Посмотрим, когда такая ситуация произойдет с вашим товаром, просто как вы себе поступите. Вот, и есть реально способы борьбы с конкурентами, это больше беспокоит. Вот, а по скликиванию я как раз у этих же программистов узнавал, но VPN-ки очень дорого стоят, дорогого удовольствия. То есть, это не каждый себе может позволить, только в суперконкурентных нишах, когда это деньги оправдывают. То есть, это реально люди большие деньги тратят на то, чтобы скликивать. То есть, это те же индусы или еще кто-то, кто этим специализируется, они дорого берут. Наши мне вот многие вещи сделали. Например, кстати, у нас есть сервис поднять и опустить там эти самые, как их звать, негативные и позитивные отзывы. Это и без проблем. А вот именно скликивать рекламу, это дорого. То есть, конкурентов реально душат. А что там с VPN-ок, с разных таких качественных, настоящих, там, я не знаю, как это правильно назвать, не программист. Вот. Реально люди работают. Амазону, вот просто, вот как они будут расследовать, им выгодно, что есть скликивание. Они, да, что-то делают, что-то борются как-то. У них есть там свои вот эти. Ну, я думаю, они будут больше бороться, наверное, с внешними там воздействиями, чем, например, собственной рекламой. Ну, как бы, ну, ну ладно, что-то. Ну, скликивали. Денег сняли, нормально. Денис, такой ОДР, Андрей. Поясните, пожалуйста. Расскажи, как работает с ОДР, когда он будет меньше 1%. Так, Диана. По ключевым словам, моего товара выдаёт чуть меньше 400 таких товаров. Это большая конкуренция. Юг Амазон. Ну, Юг Амазон там своя специфика же. Тут я больше по Америке. А, order defect rate. Сейчас, секунду, Андрей. А, значит, этот, как его звать? 400 всего конкурентов. Ну, тут по 40 тысяч, по 200 тысяч, по 500 тысяч, а вы говорите 400. Ну, конечно. Вообще, в Америке, когда мы занимаемся продвижением, типа, по индусам, по, там, всяким, виш-листам, считалось до 5 тысяч, это низкочастотник. При любом ключе. Независимо. Просто бывает высокочастотник 100 тысяч, а бывает 5 миллионов. Понятно, что тот высокочастотник легче продвинуть, чем 5 миллионник. Но бывает у товара всего одно название. А зайдёшь на Амазон, там, я не знаю, 50 тысяч таких предложений. Ну, будет сложно. Даже не важно, что у него 100 тысяч по Мерсенворде. Так, расскажите, как работает Судер, когда он будет больше 1%. Ну, дефект рейд, когда у меня был больше 1%, это был январь месяц после Нового года, пришли, конечно, возвраты. Вот, и я понял уже, Андрей, не меньше, а больше. То есть, и я сделал этот релиз, заполнил анкету, что исправлюсь, больше такого не повторится, но двигаюсь дальше. У моего товарища была такая ситуация, они имели два раза, у него были проблемы, по-моему. Ну, вот я лично, так как на привате достаточно редко с этим сталкиваюсь, у меня такого опыта нет. У меня человек на дня как раз обращался на такой геморройный товар, вот, то он... Ну, я думаю, если разговаривать в принципе, как с этим бороться, есть технические вещи, например, связанные с поддержкой, описанием товара, инструкциями, со всякими такими вещами, то есть частично можно понизить. Ну, помимо того, что надо проверять товар на заводе и все остальное. Ну, а если больше 0% и вам не дают, то есть заблокировали линсинг, как говорят, делайте релиз и двигаться дальше. И думать, что с этим товаром сделать. Ну, вот. Вот, если инструкции и все остальное, здесь вот как раз на автореспондере, если, например, у вас инструкция там устарела, плохая, кривая, можете через автореспондер ее распространять, то есть человек купил, ему сразу отправили, он посмотрел, туда же еще и заодно попросили отзыв, там, ну, всякие такие движения. А, 400 страниц. Ну, 400 страниц, ну и что? Скорее всего, как правило, в таких 400 страниц, там, страниц 10 посмотрите, а потом уже пойдут вообще левые товары. Так что это ничего страшного. Вот. Обычное, обычное, ничего здесь страшного нет. Я не ориентируюсь по страницам Амазона. У меня три показателя конкуренции. Это средние продажи по Amzascope. Ну, я думаю, все знают там, если нужна ссылка, скидка на Amzascope, сколько там, 25%, если что, обращается. Вот. Там, там, Amzascope средней продажи, потом это количество конкурентных предложений слева в верхнем углу в Амазоне и Merchant War. Мне, в принципе, этих трех показателей на данный момент достаточно, чтобы проанализировать товар. Ну, как-то так. За сколько дней публикуются не верифай отзывы в районе 50, что в ближненький день? Пять дней, десять дней. Короче, смысл один. Если все нормально, бывают проблемы, бывает, Амазон, вот, за тот месяц, мы даже цену поднимали временно, нашли решение все-таки себестоимость не увеличивать, Амазон постоянно с этим борется. То есть, вот, на данный момент та стратегия, которую я сказал, вполне возможно, через месяц работать вообще не будет. Может, будет работать частично, я не знаю. Амазон постоянно с нами борется, мы с ним боремся, ищем новые способы, более эффективные, дешевые, или хотя бы остались, чтобы себестоимость старая. Вот. Так что, по поводу вот этой темы, если просто так печатать, склепать отзывы, это от одного до пяти штук. Если хотим какой-то получить эффект, буст, это десять штук в день. Вот и все. Нет, Jungle Scout не используем. Да, ну, не все дни одно и то же. Что-то лучше, что-то хуже, но скоб стоит, сколько там, 36 долларов, а Jungle сколько там, по-моему, 190 он стоил. Ну, мне кажется, это глобальная разница. Все одно и то же. Все идет по точкам, все идет по изменению принципа 999, по этим, как они, по БСРу они все изменяют, ну, может быть, точек больше у них, я не знаю. Но цена глобальная разница, мне вообще не интересно. Может ли клиент вернуть товар просто так, без причины, как это влияет на аккаунт? Я не являюсь покупателем Амазона вообще, никак в жизни там ничего не покупал, понятия не имею. Сегодня фильм, кстати, смотрел прикольно. Там как раз в поддержку звонит покупатель, говорит, что вы мне за дрянь продали туда-сюда, а этот ему кричит. Все будет хорошо, он сам собой отремонтировался. Так что они там тоже в Америке прикалываются по этому поводу, и не надо там только облизывать эти покупатели. Ну, как бы вот такая схема. И здесь товар они могут вернуть. Причем, как я, насколько мне объяснили, только поставил на возврат, деньги сразу ему вернулись. Еще товар не забрали. Но, насколько я понимаю, в последнее время там тоже что-то поменялось, и сейчас, опять же, вот я со слов других людей, надо обязательно поставить причину. Если поставить причину просто возврат, они придется им за доставку заплатить. Естественно, им это неинтересно. Не знаю, что там от прайма зависит, не от прайма, мне сложно сказать. Но они, естественно, будут такую-нибудь галочку ставить. Брак, некомплектация, дефект рейд, там, и так далее, и так далее. Так что это обычное дело. Так что 30 дней, потом как бы правило, ну, какой вот, например, человек хочет за 60 дней вернуть нам товар. В каком состоянии непонятно, ничего не понятно. Ну, можно отказать, какой у нас риск? Ну, риск то, что он, во-первых, напишет жалобы, напишет верифайл, вот их негативный. Вот все наши риски. Если оно стоит того, и у вас товар стоит там 10 долларов, я думаю, не стоит. Если товар стоит 50-100, я подумал бы. Ну, вот и все. Это хорошо, что он не открыл, не попробовал. А вот у меня у знакомых телефонами торгуют, но присылают даже не в коробке, а в полициденном пакете в разобранном виде, без аккумулятора. Назад. Вот и все. То есть, там по беспределу. Все. Есть разные покупатели, которые пользуются этим делом. То есть, да, есть там тема с честностью, есть тема вот этого, другого менталитета, но есть, и нечестность, как мне знакомый рассказывал, таксист в Нью-Йорке, что они научили техник, техник, полицейских за углом прятаться с радарами. Не знаю, у нас уже везде повесили, у них там, говорят, с радарами стоят, ну, не знаю. Раньше они просто тупо стояли и ловили. Так что, вот такие вот приколы. В некоторых нишах за возврат платит продавец. Антон, наверное, вот столько ниш всего, сколько... Я вот не знаю, как, например, там кольцами с бриллиантами торгуют они, как возвраты приходят. Даже интересно. Так, Мидер, мне кажется, если кто хочет результат, вон, началось сегодня. Это был Индус, купил и требовал обратно деньги. Идите по возврату. А причем Индус? Ну, он вам вернул товар. Там еще просто обидно, что и на Амазоне, эти, как их звать, товарищи, просто даже Амазон вот немножко распаковал по пачку и у тебя в брак там разбитый, расколотый там и так далее. Когда товар дешевый, просто не выгодно его возить на предцентр или кому-то знакомый. За доставку дорожи заплачь, неинтересно. Да, запросто и товар он бесплатно получает, конечно. Там у них Индусы, негры, там колток нет. Аферисты везде есть. Я думаю, если в наших странах такая система была бы, у нас было бы беспредел гораздо больше, чем у них. То есть, как бы ни было, я много знаю, некоторые периодически мне звонят, спрашивают, а ты знаешь вообще успешных продавцов на приват вайбл? Вот. Да, я знаю. И, соответственно, все вот эти вот утряски, мы там все время плюемся, но мы не то, что уходить, мы все больше и больше туда вкладываем времени, сил, денег, каких-то друзей приводим, партнеров себе там. То есть, ну, значит, есть смысл в этом. Ну вот, ну, из раздела это они так специально бесплатно. Да и неважно, из какого раздела, пищи или чего там. Вот, Мидер рассказывает, не вернули товара в разорванном упаковке. Амазон сказал, что это Амазон возмещать не будет. Вот. Ну, много всяких моментов. Вот. И, кстати, вчера рассказывал по поводу, что как сейчас автоматом рефаунда, то есть, отзыв на продавца удаляется. Вообще сказка. Раньше я мучился через этот, как его звать, через чат, асин им там писал, там, номера, то есть, мне там отвечали через несколько дней только, а это прям в автоматическом режиме. Тоже есть какие-то моменты, что-то улучшается, что-то ухудшается. То есть, нельзя сказать, что Амазон там работает плохо или хорошо. Он просто работает. Где-то мы пересекаемся с ним, нам это, естественно, не нравится. А где-то реально он там, наоборот, заботится о старых продавцах, своих клиентов, и так далее. Ну, на данный момент я не знаю, что такое не пошло. Я могу сказать одно, что один успешный товар может компенсировать, я уже сказал, массу успешных, неуспешных. Тем более, можно зацепиться за одну нишу и все. И с ней связать не то, что с вами своя жизнь, но на долгосрок. Вот. Вообще, на Амазоне я не очень верю, когда вот эти вот разговоры, у меня там перспектива, там, приват-лейбл, на годы. Ну, вот мы недавно разговаривали как раз в лайве о том, сколько жизненных товаров. Ну, ребята уже побольше меня торгуют. Вот. Год. И я то, что вижу, тоже запросто очень многие товары сгорают, так сказать. Не все, далеко не все, но такой товар, который можно рассматривать вообще на долгосрок, где не придут китайцы и не опустят тупо рынок в пол, просто, там, по себестоимости, по большому счету. Вот. Достаточно мало. Достаточно. Раз-раз. Что-то там прервалось. Проверьте связь, пожалуйста. По статистике, Диана, вот по поводу количества товаров и всего остального, на данный момент все неплохо. Ну, то есть у меня там небольшое количество лично моих товаров. Если чужих товаров запускать, ну, я не люблю за себя говорить, это надо спрашивать всеми, с кем я работаю. Потому что мой принцип основной, всегда всем буду говорить, очень сложно добиться результата в таком деле, в любом случае, 100%, любой, любой процент. Может быть, я не знаю, там, сотни, тысячи товаров, когда, может, какую статистику можно набрать, но там с 20-30 товаров статистику сложно набирать. Вот. И я скажу так, что мне кажется, самое важное это получить навык. Не тот, просто один товар, запустили один товар и там он продается или не продается. А вот реальный человек, когда получил навык, он понимает, как выбирать товар, с кем общаться, получать контакты или знать, куда всегда можно обратиться, как запускать товар. Опять же, знать, куда обратиться, иметь вот это вот сообщество. У нас есть вот по, где мы там, так скажем, ну, как это сказать, консультируем людей, то есть, микросообщество. Вот. То есть, если есть вот эти вот контакты, мне кажется, в совокупности это классно работает. Вот. И вот должен быть навык. И даже у тебя товар не пошел, ты понимаешь, риски. много людей, которые после, там, я не знаю, год мучаются. То есть, старый товар запустили неправильно, распродавали, не избавились из него вовремя и так далее, не вышли из него, не распродали. И очень долго тратили. И потом постепенно-постепенно учились, вникали, сами, кто-то им помогал. И получают результат. То есть, с ростом профессионализма результат растет. Это самое важное. Ну, то есть, у меня в принципе именно такой. чтобы человек понимал, как это работает. Мне кажется, упор именно на это дело. То есть, именно методика. То есть, нет такого. Можно, да, просто тупо человек пришел, там, накидал товаров, сказал, ну, бери этот, бери тот. Вот, до свидания. А именно, когда человек сам понимает, постепенно вот к нам приходя, много вопросов, со временем становится меньше. Мне кажется, это главный показатель. Ну, и со многими, как бы там ни было, приходит потом, значит, как это, какой-то в этом смысл есть, я так делаю. И опять, пошел не пошел, в ноль его, или как. Вот, меня забанили, например, с очками. Как вот, я вышел на 55 продаж, пробил все топы, все хорошо, ну, вот так получилось. Причем, это всех забанили. Вот, я ошибся, рискнул с товаром. То есть, я в убыток получил полторы тысячи долларов примерно. Слава Богу, меня хоть не возвращают сейчас. То есть, какие бы мы ни говорили, американцы там, нечестно, честно, но люди воспользовались, я думал, после 21 августа будет просто аншлаг. Но пока вообще ничего нет. То есть, вот до 21-го реально слали возвраты. Именно до 21-го. После 21-го ни одного обратно не было. Так, Вадим, поясните вопрос. Давайте вопросы. То, что можно уже, в принципе, заканчить, я думаю. Последний блок тогда отвечу. Думаю, на сегодня достаточно. Бан почему? Ну, почитайте про Eclipse Glasses. Не знаю, вот Amazon стебануло, взяли и всех забанили. Все. Там какой-то колхозник, я смотрел какие-то там видосы, что там рассказывали про кого-то, что он зрение потерял или еще что-то. Не знаю, какой-то бред с силой кобылы. И вообще всех забанили, там куча писем угрожающих меня. Из каталогов удалили, а лично было еще активно. Ну, это работа, что? В любом случае, есть плюсы, где-то зарабатываем, где-то теряем. Это то же самое, почему спиннеры запретили? Или там, сертифицируют их. Ну, книж и гроссеры я просто там не торговал вообще. Ничего не могу сказать. Знаю, что могу ее открыть. И что-то это очень дорого стоит. То ли 600, то ли 500 долларов, что-то такое. За сутки. Вот единственное, что могу сказать. сам туда не лезу, не знаю, других дел полно. ниж много, я по товарам больше смотрю. Вот. Товары, товары надо анализировать, надо сидеть, ситуацию смотреть. потому что межсезонье очень сложно. Все время надо как-то наперед планировать. Ну, мне сложно. Я вообще в Европе пока не торгую. Пока сам руками не почувствуешь, там сложно. и нишу в Гроссвере тоже руками не щупал, никого не запускал. Да, и сроки годности. Но если на то пошло, я всю жизнь там продуктами питания занимался, так что. Так что наелся по полной программе. Только в офлайне. Да, 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 да. Срок годности. В режиме хранения тогда еще туда засунуть можно. Мы пишем, ну, в основном, двое суток. Не, ну, если надо срочно, там, человеку можно доплатить, он, наверное, быстрее делает. Просто все зависит от загруженности. А так сам, сам непосредственно, сам лестинг это примерно двое суток. Потому что у нас один человек это все пишет, другой потом переводом занимается. Вот. Ну, как переводом. на американский лад, так скажем. Title, bullet, description, search term, все, все, так скажем, в полном обе. Ниша красота, отличная ниша. Я уже говорил по этому поводу, очень оборотистая, очень сложная. Beauty открыли, но под категорией очень многие закрыты. Так, Сергей, в какой момент ты заливаешь полное описание на лестинг? некоторые говорят, что после получения отзывов кто-то сразу заполняет весь ситинг. Твоим мнением, я заполняю, значит, вот сейчас я делаю лестинг-шиппинг, в лестинге я заполняю только title, и все. Вот. И размеры, габариты, чтобы все сразу зацепить. Что еще там? В description я пишу просто название продукта. Ну, можно вообще ничего там не писать. Без разницы. заполняя полностью лестинг, первый день, как вот мы начинаем verify отзыв. Не verify как, то есть не verify, verify вот в этом там зависимый день, там два. Фото заливаем, заливаем полностью search term, я считаю, это основное. Вот. Потом проблема бывает с title изменить, из-за этого title сразу полностью заливаем. Вот так. Твой совет, как быстро поднять продажи, ниша без конкурентов, в твоем понимании это сколько продавцов, спасибо. Это все индивидуально. Дело не в только продавцов. Вот. Я люблю, например, жирные ниши, ну, хотя бы 30-50 продаж средней на первой стороне. То есть, ниже мне не очень интересно. Опять же, надо сезонный тренд смотреть. Хочется все время вступать в работу именно на поднимающийся тренде, не на понижающем. Вот. Так что, мало продавцов, но все бывает вообще. есть и исключения из правил. Вот у нас сейчас там товар такой. Например, тот же Amzascope оказывал продаж 20-30 в день в среднем. Оказывается, мы начали продавать 80. Ну, я не знаю, как это объяснить. Мне сложно. хотя они говорят, что там парсят это ежедневно, а потом нажать на 30. Вот эти все точки. Я не знаю, как это все работает. Есть всякие моменты на опыте и так далее, и так далее. Ну, чтобы индексации не было. Из-за этого Дианы и не заполняем сразу лисим. Чтобы, типа, оттянуть буст, там, ну, я не знаю. Ну, а почему бы и нет, так скажем. Я заполняю, еще раз говорю. С первых, verify отзыв. С самого начала. Делаю именно запуск. Когда запуск делаю, я заливаю лисим. И потом, соответственно, начинаю вот это все делать. Потому что, как, а, ну да, до не verify. То есть, не verify же. Раньше, когда не verify, мы просто заливали для количества на старт, то да. А сейчас, так как мы для продвижения однозначно меня должен Амазон понимать, кто я такой. Нет, не занимаюсь, Диана, специальными товарами перед праздниками. Ничего не делаю. Я не понимаю, как торговать такими товарами. Что-то я как-то это самое, не пойму. Я понимаю сезонные товары, когда, например, для меня это, кажется, концентрированные продажи, они там 8-9 месяцев, а за 6, за 5-6 месяцев. То есть, я получу тот же объем в деньгах, что и за 8-9. Потому что у всех товаров все равно есть спад, подъемы и так далее. Вот. Это вот мне интересно. Ну, товары, которые там пасхальными яйцами торговать, там просто бешеные продажи, там я не знаю, на Холлоуин, на Новый год, не понимаю. Ну вот, мы связались с товарами, там праздничными, там я не знаю, вечеринки, там, дни рождения, там еще что-то. но это все время постоянно как бы востребованные, там свадьбы, там, или еще что-то. Постоянно востребованные ниши. Ну и то они какие-то такие непонятные. Amza Scout, ну, я не знаю, я скопом пользуюсь. Некоторые ребята пишут, что Amza Scout лучше. Мне сложно сказать. Я считаю все программы одно и то же. Смотрите, как удобнее все. Кому как. Я вот очень консервативный, я вот начал работать сам за скопом с самого практически начала. Меня он всегда на 100% устраивал. Тот, понимаете, моя стратегия заточена реально на тех данных, которые там есть. Моя таблица с всеми продажами на Амазоне, которые я веду вручную, то есть вот, когда люди, например, идут на курсы обучаться, очень часто они чем занимаются? Разбором полетов алгоритма Амазона. Ну, примерно. Там 50, например, найдите 50 товаров. Убейте месяц, найдите 50 товаров, заполните какую-то там таблицу. У кого-то там по-другому, ну, смысл один. Найдите товары. Идете, ищите товары. Чтобы найти товары, надо понять алгоритм Амазона, как вообще их искать, то, что можно что-то пропустить. Очень ноги тупо на глаз, как и я начинали. Не понимаю, как слепые кутята бегают, прыгают, жмут кнопки, ищут там. А вот, а вот это вот, как это называется, по-английски, а вот это. Я, например, тоже так же делал, потом, когда я лоханул с первым товаром, я просто тупо взял и пошел по всем департаментам, по всем подкатегориям, категориям. Я не зацепил всех товаров, естественно, и знаний не было для этого, все-таки что-то пропустил. И второй момент просто это сезонность. То есть, я, например, это делал сентябрь по ноябрь, соответственно, если не товар, я не зацепил. Ну и так далее. То есть, много-много моментов. Ну вот, в течение года, вот все люди, с которыми мы работаем, которые я постоянно, там, раз в полгода этим занимаюсь, новым парсингом, иском поиском. Вот у меня сейчас на данный момент, то есть, если вы пойдете сами, делаете там, вот эти там 50-100 поисков товара, а у меня они 800 этих товаров есть. То есть, за три дня нужно получить всю информацию о Амазоне в размере 800 этих запросов. Причем они правильные. Это не кривые какие-то ключи, которые там не проданы. Это пробитые ключи, максимально через Merchant World. Плюс еще и статистика. Когда это продавалось, там, месяц назад или полгода назад. Потому что уже статистика у меня уже зацикливалась уже на год. Вот. Да, не все товары, естественно, потому что некоторые же товары я тут недавно добавил в таблицу. Ну, введем статистику такого плана. То есть, зашел человек, два-три дня, один день, если ему не лень, он сидит долго, вот эти там, около 800 запросов. И, в принципе, ну, можно что-то наковырить. Вот. А по программам Амзаловым не пользуюсь. пользовался в августе того года. Попользовался, они там сто раз все меняли, 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 не плюнул, пользовался. Вот. Как-то нет необходимости. Летом отличные были продажи. В аутосток мы летом и вылетали. Ну, еда летом просто плохо продается. Летом продается пиво и вода. Так, ничего, Диана, в любом случае, активность как раз, мне же надо какие-то вопросы отвечать. Нет, я в жизни где увидел, ну, за редким исключением, конечно, 10 товаров с Алиэкспресса, там, разными словами пользовались, кто-то там в подвале, там, табуретки какие-то, там, выделывает, там, начинает. Ну, есть критерии выбора, это емкость рынка, это тренд и это маржа. Маржа режет все. То есть, если не проходит по марже, я товар отказываю. Ну, вот, опять, у нас пробился один товар, круто. Я поменял представление чуть-чуть. И вот так постоянно. Представление именно о последнем выборе товара. Как он на маржу влияет. То есть, сколько я буду, конечно, зарабатывать. И как это проанализировать. Вот, есть опять новые наработки, то есть, просто один товар вот удачно выстрелил, а я на это никогда внимания обращал. А теперь стал обращать. Я говорю, вот, блин, запуск и вот эти все вещи, это процентов сорокная точно удача, сочетание, совокупность, удачность, и не обстоит. Не важно, учли мы тренд, не учли, но просто мы делаем сейчас выбор товара и параллельно его еще сто человек делает. Из них мы запустились еще двадцать. А у другого ситуация, наоборот, сто человек делали тоже по этому товару выборку и все отказались. Никто решил, не нашел поставщика, а ты один такой красавец, нашел поставщика. Еще оттуда народ какой-то отошел. И еще ты попал в какой-нибудь там аут в сток трех самых крутых там бессереров. Вот и все, ты зацепился и понеслась. Тут как лотерея. Вот, и процентов, наверное, тридцать, это вот на опыте. То есть, вот какие-то такие вот моменты. Меня сейчас на момент убивают просто вот эти всякие моменты, связанные с сертификацией, патент, торговые марки, Амазон, Хазмат. Вот сейчас я пишу, то есть мы три-четыре раза пишем листинг, и он уходит. Куда уходит, зачем они мне его дали, вообще непонятно. То есть, меня вот это больше смущает. А так, и второй момент, это, конечно, скорый запуск. То есть, запустили, небольшие финансы вложили, зацепились, пошла большая партия. Ну, опять же, минимальная партия от 500 тысяч все равно. Так, Сергей, я столкнулся с интересным моментом по листингам. Запомнил тайтл, высыл дату старта. Товар на складе нет, листинг пустой, только одно фото и тайтл. И мой листинг при наступлении лаунч-дата забыл выбрать, стал индексироваться. Причем, по тем словам, которые не было в тайтле. Вот такая хитрая тема наводит на мысль, что в Амазоне есть список кэс для каждого субкатегории. Я с этим, действительно, появился на второй странице по трем. Ну, короче, есть такие, конечно, моменты по-любому. Нам же, когда мы делаем новый продукт под категории, предлагают товары, однозначно там все это есть. Вот, я могу сказать, по этой же теме люди делают out of stock. Ставят дату наперед, например, расставляют там одну единицу, 2, 3, 5, 10. И типа Амазон тебя в out of stock не вкидывает, а именно вкидывает в то, что ты сейчас на старте как бы стоишь. Вот ты старт твоей даты вот это перенес, и она там тебя как бы фиксирует. Ну, я не знаю, у нас вот в out of stock уже 2 месяца висит товар, там бы селеренк уже до 200 тысяч упал. Я не успеваю товар замечать, когда он на возврат и приходит и сразу продается. Как? Откуда вообще? Мы нигде не котируемся. Как это происходит? Я не понимаю. А есть товары, реально ребята там, особенно когда через индусов продвигались, они зацепились, вроде как бы говорят, а потом не могли вообще восстановиться никак, ни через TPC, ни через что. Куча, и приходилось рестарт делать. Или теряли какие-то ключи. Непонятно. То есть привезли например там 500 штук, обалденно продались. Все, привезли еще там 2000 штук, все усилили, еще больше денег вложили, а продаж не 50, длини опять. Ну там, 8. Моментов очень много всяких, без объяснений, потому что это алгоритм. Он работает непрямолинейно. Я предпочитаю в товаре покупать. Товары покупать в Китае. Пока что. Игорь, по поводу маржи. Маржа в идеале это анализ рынка. Очень сложно сказать, чем дальше у меня она тем более размытая. Когда я помню в том году еще для меня была маржа при демпинге 200% в час тогда она начала зарабатывать. Потом 100%. То есть вы определили свой ценовой диапазон и вы должны дать более выгодное предложение. Но оно должно быть хотя бы дешевле. Кто-то подарки дает. Я предпочитаю более дешевые цены. Неважно коробка у меня есть, нет или еще что-то. Все равно очень сильное действие. Особенно если у меня еще отзывов нет. Ничего нет. Листинг не оптимизирован. Я стараюсь демпинговать. А потом поднимает цены. Когда получаю органику я очень агрессивно поднимаю цены. То есть у меня даже есть товары вплоть до двух раз. Но это когда маржа позволяет естественно. То есть когда пиковое значение у конкурентов. То есть мы уже не один товар доводили до пика. продается от 15 до 30 долларов. И мы доходили до 28 долларов. До 20-10. Мы все равно были дешевле чем на самый дорогой. Но как бы доходили с отличной продажей. Так. А сейчас на этот момент бывает демпингующий с 50%. Но маржа должна быть в любом случае. Ну сейчас я больше ориентируюсь. Вот как раз это говорю после удачи вот этого стартового товара. Больше ориентируюсь не на ту цену с которой я стартовать буду. Ну надо в любом случае ну хотя бы 50% что-то должна быть. А главная цена куда я могу дойти. То есть я сейчас не боюсь как раньше боялся что я не смогу там на топовых продавцов там. То есть ну вот если видео посмотрит там 3-4 месячные давности я реально боялся. Вот после у нас вот так получилось что очень многие наши ученики мы как раз пришли с нуля с вот этими новыми товарами и реально вот до этих продаж доводили. Мы просто топовых продавцов если они не бренды Амазона если не Амазон если не какие-то мега бренды да легко просто их догоняли ну не обгоняли конечно но догоняли точно. Из-за этого у нас очень большие проблемы с ними. Они там жалуются всякие гадости плюс им тоже не нравится что мы там 10 дней торгуем а у нас там 100 отзывов 30 дней торгуем а у нас 300 отзывов вот мы на китайцев так плюемся которые там еще торговать не начали а у них уже 500 отзывов но сами в принципе делаем то же самое может у нас просто денег мало были бы такие деньги но они так же бы запускались в Европе планируют торговать но не сейчас то есть я в начале года когда запускали мы обучение наше там консультации все остальное мы планировали максимально быстро там в Десну входить в Европу даже я не знаю когда у меня сейчас задача поменялись приоритеты опять же опять же поменялся опыт сейчас мне интересно именно нагнать внешний трафик на Амазон именно покупать или не с Амазона второй мне очень интересно опять же если будет положительный результат это Shopify очень интересно может быть будем каким-то ну короче посмотрим что будет посмотрим все зависит от результата что будет с нашими товарами будем рассказывать показывать в нашей группе будем показывать в закрытой не здесь а вот где там пообучим поменьше людей будем показывать досконально до циферки вообще вот потому что ну я здесь не могу потому что нам просто конверсию убьют ну тут такой трафик людей что нереально вот здесь будем рассказывать все досконально тоже просто без цифр или с цифрами но без показа конкретного товара то есть ну я думаю на слово поверят мне смысла врать нет никакой то есть по маржи рассказал тингис нужен суперфотограф для амазон кому обращаться сегодня ко мне как раз люди обращались по этому вопросу не знаю у меня такая ситуация по фотографам мой напарник мы подружились здесь он мне всю жизнь делает фотографии рисует делает там изменяет на расстоянии короче мне очень нравится супер вообще вот но он редко берется за заказы то есть он хочет торговать за это я даже не знаю рекламирует или не рекламирует то есть не понимаю я вот работаю с Валентином вот ничего не могу сказать можно конечно потом там узнать разные люди обращаются но я ни с кем не сотрудничаю не не рекламирую не понимаю как то есть ко мне никто не обращался то есть есть работа просто такая тема фотография я понимаю как и логистика как и форвардеры как и посредине Китая набрали какой-то объем работы и все то есть расти больше не надо то есть не нужен такой объем за это с фотографами надо наверное у людей спрашивать пробовать смотреть и двигаться вот в предыдущем вот я где снизу видосе посмотрите там есть суки на якобс якобс это вот по качеству фотографий которые мне нравятся я фотографам даю вот делается так нормально потому что нормальная фотография ну долларов 300 200-300 долларов в любом случае готовится за хороший фотограф то есть чудес на свете не бывает так по PPC рекламе я уже рассказал Дмитрий к сожалению не хочется повторяться я в видосе внизу где у нас прервала связь как раз рассказал про свою стратегию запуска PPC там занимает важную роль но далеко не самую вот и там на автомате на минимальном биде при определенных условиях очень хорошо работает очень хорошо даже доходит до там 40 до 50 процентов продаж через PPC начинаем делать какие-то там манипуляции с ручной и не очень хорошо все получается то есть даже нет необходимости то есть органика до PPC с окосом там 20 от 10 до 30 процентов все хорошо вот больше я наверное дошел до того до той ситуации когда мне надо заниматься чем-то как-то PPC ну я не вижу в этом смысла я двигаюсь в другом направлении опять же еще раз говорю мне сейчас более интересен именно внешний трейд который буду я контролировать будет мой лендинг потом я его чего хочу с ним сделаю вот мне интересно покупателя снаружи настроить мне его настроить настроить я уже несколько видосов не снимали live по Shopify то есть двигаемся в этом направлении пока все остальное мне достаточно по PPC что я сейчас делаю ну вот а так это на очень долго наверное рассказывать я еще раз говорю PPC у меня занимает там важность 10% 15 не более того Диана приглашаем вас в Америку там весело не надо там ничего бояться просто надо как это сказать получить информацию иметь стратегию и планируйте все ничего такого там нет я вот в Англии боюсь ну я шучу конечно но просто Европа она я всегда почему хотел Европу потому что это по принципу как закрытой категории для того чтобы получить конкретное преимущество вот но сейчас как бы и без конкретного преимущества вроде неплохо работаем так что пока не хватает сил вот Владимир Мороз пишет пожалуйста обращайтесь вот ну надо естественно портфолио смотреть на всякие моменты люди работают я запрудняюсь сказать вот бывает и такое что китайцы прислали плохой хорошие сэмпл сам партия плохая бывает особенно у нас почему-то это с вышивками то есть с шитьем какие-то там сумки ну короче тряпки вот эти швы много швов там там почему-то проблемы очень часто вот но что делать разные за это мы платим стараемся 30% платить вот и потом там уже по Пайпелу по триджунинсу размещать каким-то макаром есть проблемы это все зависит конечно от выбора поставщика то есть надо к этому серьезно относиться не надо сильно напрягаться по этому поводу как правило они все нормальные это единичный случай но все бывает так Диана то есть я показывал то есть показали товар в лучшем виде когда вывели сэмпл а партия некачественная ну я говорю может быть есть такое у меня лично нету моих учеников есть к сожалению так я сама из Латвии и мне как-то Англия ближе морально да ну вопросов нет мне вообще все равно где торговать хоть в Африке я люблю торговать этом всю жизнь этим занимался с детства это мое все мне очень нравится я многих вещей не знаю я с удовольствием людям помогу в своем очень многие отзываются помогают мне наоборот в том чем я не разбираюсь то есть ну мы как друг другу и помогаем мне кажется в этом весь смысл вообще всего этого мероприятия если PPC равно 10% можешь вкратце искать остальные 90% пересмотрите пожалуйста начало первую часть вот этого сейчас я здесь напишу это вторая часть я вкратце прям все подробнейшим образом рассказал просто не хочется повторяться и другому кто смотрел ему это будет неинтересно это часть 2 у меня тут не знаю почему-то прервалось подробнейшим образом я всю стратегию рассказал я еще раз говорю в той стратегии есть момент связанный с тем что как это сказать ну ручное управление большое значение имеет то есть на опыте все это на опыте то есть нельзя так вот просто например брать даже вот например когда многие говорят по этому лисингу ну можно в песок просто деньги в песок будут у вас вытекать плохой фундамент он треснет просто он не даст направления правильно нельзя будет нормально оттолкнуться вот то есть вот с этим проблем реально я в основном специализируюсь просто вкратце это именно точечная раздача правильно лисин вот то есть просто правильный спокойный нормальный равномерный запуск ну еще есть вопросы или все так Диана если первая партия пошла не очень будешь ли дальше продолжать или лучше остановить и взять новый товар все по ситуации надо перспективу смотреть вот все по ситуации вот сейчас у меня товар который вот эти серии товаров там везде разные специфические вещи и я вот как раз думаю с ними надо заканчивать переводить надо его распродать он продается медленно смотрим экспериментируем опять можно использовать по максимуму то что есть я как бы занимаюсь экспериментами очень часто для вот это на чужих товарах нельзя же экспериментировать так модель своих в принципе думаю на сегодня достаточно всем удачи всем пока вопросов вроде больше нет пока нет до свидания нет нет Продолжение следует...